Всем привет из Северного Степного Крыма. Сегодня 18 уже у нас. Июня 2022 года. Вот я еду домой с рынка. Остановился на кориандре, чтобы вам показать. Пчелок вижу много по кориандру. Не хочу туда в него залазить. Трасса оживленная. Не хочу его мять. Пытаюсь показать вам с краю. Сейчас улетела пчелка. Пчел на самом деле на кориандре много, а кориандр пахнет. Сейчас покажу. Братненько, ты где там? Пчелы в общем работают на кориандре. Ух, запах какой стоит. И вон она работает. Пчел много на самом деле. Вот она. Пчела работает, вон пчела. Короче, пчел. Пчел много на кориандре. Это запах появился у меня на пасеке. Это явно кориандр начал давать. В общем, кориандр именно дошел, наверное, до какого-то определенного этого. В общем, вот тут такие бубочки еще есть. Он раскрылся. Трасса оживленная, а грота тут невозможна. Короче, вот такое вот поле. Небольшое, но моим пчелкам хватит выше крыжи. Летают сюда пчелы. Больше... Моя пасека сюда ближайшая. Остальным пасекам с соседнего села лететь где-то 4 с лишним километра. Не думаю, что они сюда полетят. Вот, смотрите. То есть это мои пчелы еще работают. Здесь больше нет пчеловодов, сейчас никого не стоит в округе. И вокруг нет больше сел. Там ближайшее село 10 километров, там ближайшее село 10 километров, в общем. И вот, воронцовка рядом село. Здесь это мои все пчелы, бокпасты, он работает. Ого, летело. Короче, пчел достаточно кориандр дает. Запах стоит такой, ух! Ух, 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 короче. О, пчелки, видишь? Видите? Вон летело. В общем, на самом деле, я глазами вижу много пчел. Просто, конечно, если бы здесь рядом стояла пасека, понятно, их бы кишило. Но так как они, блин, 10 семей тут у меня, они за 2 километра летают почти. Ну, не за 2, но за полтора где-то. Наверное, километры летают по прямой. До края поля километра полтора. А до того края, вот отсюда, наверное, все 2 километра. Вот они. Вон пчелы опять вижу. Вот осод цветет тоже по кориандру. Покажу еще пчел. Вон пчелки. Зараза, не хотят позировать. Хозяина не признаете. А вон там пчелка. О, видите? Вот она работает. В общем, пчел хватает. Вон пчела, вон пчела, вон. Короче, кориандр дает. Все, вот это я уже понимаю, да, что пчел. Я говорю, что 10 семей плюс расстояние полтора километра отсюда. И вот пчел. О, сейчас, смотрите, покажу. Кадр какой. И пчелка тут же работает посреди кориандра на этом. Горчак, да? Это по-моему. По-моему, горчак цветет. Вот пчелка, видите, нектар пьет. Сразу из этого горчака. И вот из горчака пьют. Смотрите. О, сразу сколько пчел. А вон та на кориандре работает. Ого, вон. Тут все в пчелах, вон. Вон пчела работает. В первую очередь они на горчаке сразу и на кориандре работают. Летают в легкую. За полтора-два километра в легкую летают. И двух километров вообще они легко летают, эффективно. Просто я знаю, у меня вот здесь вот вон лесополосы два километра где-то там вот получается. Где-то лесополоса от моей пасеки по прямой. И ближе пчел больше нигде нет. И там как бы пчел достаточно пасется. Она... Я снимал даже как-то цвела, когда... Это глядичья цвела, деревья цвели. И там довольно-таки много пчел паслось. То есть, ну, вряд ли они прилетели за десять километров оттуда. И вокруг никого точно пчеловодов не было. То есть это явно мои пчелы там работают. И вот смотрите, как они горчак долбят. И короче и кориандр собирают, и горчак. И по степи, по разнотравью. В общем, мед будет... Мед будет бомба. Все, ладно, поехал домой жрать хочу. Неплохо поторговал медом, блин. Самый продаваемый мед. Конечно, вообще хорошо продается. Это акация, глядись. Хорошо идет. Довольно-таки неплохо. По приемлемой цене идет хорошо мед. И заказов довольно-таки много. Там кто заказывал, проплатили. Люди уже попроплачивали там. А материк... Сейчас я наберу немножко заказов. Завтра мы тару купим какую-то пластиковую. Трехлитровую, в общем. Вон, огарчик есть. Купим тарым, в общем. Какой-то поищем пластиковый. Чтобы упаковать. И поотправляем мед. Там есть немножко заказов меда. Несколько бутыльков мы вам отправим. Там масло тоже заказали по выне. Ну и масло я все договорился. Сейчас возьму масло. В общем, масло есть. Еще немножко есть. На огарчике, смотрите. В общем, кто там ждет заказы, во вторник я буду отправлять. Отправлю. Смотрите сколько. Горчак, смотрите. Они даже больше на горчаке работают, чем на кориандре. Горчак отличный медонос. У меня его, видите, сколько. Вот тут по кориандру его целая куча. Весь кориандр вон в горчаке. Короче, и кориандр, и горчак пчелы собирают. И степь, разнотравья потрошат. Мед, короче, будет смешанный. Такой будет обалденный разнотравья. Крымское степное разнотравье с кориандром будет. Бомбейский мед. Я думаю, будет шикарно. Все. Переменная облачность сегодня. Пока без осадков. Тепло, припарка, то, что надо для выделения нектара. Еще пройдусь немножко. Посмотрим. О, пчелки на горчаке капитально работают. А вот смотрите, она, короче, с горчака на горчак. Ну и на кориандре тоже достаточно пчел. То есть равномерно они работают и по горчаку, и по кориандру, и по степи. Вон опять на горчак, вон опять. Короче, горчак их больше интересует, чем кориандр. Зерно, уборка идет. Зерновозы, уборка идет. Уборка идет полным ходом. Сейчас я ехал, комбайны работают возле шуни. Молотят. Зерно. Все. Красота, конечно, полюбоваться можно, но кушать хочется. Спасибо за просмотр. Всем пока. Кориандр дает. Ну, горчак больше дает, чем кориандр. Поэтому, кто стоит на кориандре и думает, например, что у него именно будет кориандровый мед. Ну, не обязательно. Видите, на горчаке больше пчел работает, чем на кориандре. Но, тем не менее, и там, и там работают. Смет будет четкий. Бомба будет. Все. Всем пока.